и снова здравствуйте вот мы с вами и встретились в студии после долгого перерыва после каникул после всех разных всяких отступлений в сторону и хочу вам сказать что сегодня у нас тоже будет отступление а то все ленточки да ленточки сегодня мы с вами поговорим о дизайнерском картоне а что это такое дизайнерский картон сейчас расскажу смотрите когда-то мы с вами делали коробочку для подарка домик для броши вот такую вот коробочку я говорила вам что можно делать практически из-за всего чего хотите лучше всего конечно и скраб бумаги и тут мне посыпались в почту письма а где ее взять эту скраб бумагу не все же живут в крупных городах где есть дорогие большие магазин рукоделия и пришло одно письмо выручалочка которое навело меня на богатую мысль что такое дизайнерский картон это сочетание картона белого для детского труда или вот этой штуки или вот этой штуки обычного пакетика полиэтиленового которых у нас сейчас в домах предостаточно то есть сейчас мы вспомним давно забытую технику аппликации а за счет чего достигается красивый верхний слой но вы уже догадались естественно идем в магазин ищем красивые салфетки можно однотонные можно с цветочками причем можно как пафосные многослойные вот такие вот дорогие большие салфетки они трехслойные можно найти такие поменьше они двухслойные салфетки а можно самые обычные просто с цветочками дешевенькие самые салфеточки берем нам нужен будет утюг и сейчас мы с вами сделаем дизайнерский картон от размера бумаги размера листа картона или ватманской бумаги будет зависеть и размер нашего с вами дизайнерского варианта дизайнерского чуда сейчас я возьму обычный лист картона а4 я нашла самый дешевый специально посмотреть как он будет себя вести в этом состоянии а дома я подготовила картон из ватмана бумаги для черчения формата а3 и здесь мне пришлось собрать салфетки постольку поскольку я не нашла ни одной чтобы нам было такого же размера что естественно но теперь понятно сначала как для декупажа салфетку нужно разделить если она многослойная отделить верхний красочный слой отделили и теперь для того чтобы у нас получился безупречный результат я вот этот вот верхний слой немного примятый во время отделения разглажу причем я пользуюсь максимальной температурой и включаю пар вы можете сказать что это почти докупаж почти но если у нас с вами тонкий картон ровный слой то мочить его мазать клеем и потом долго ждать когда он высохнет это не по мне мне нужен быстрый результат здесь как раз то самое и получается и так картон пищевая пленка чтобы получился отличный результат нужно чтобы у вас была достаточная температура утюга чтобы пленка расплавилась в любом случае вот мы накрываем пленочкой картон очку закрываем все салфеткой и собираем воедино я смотрю за тем чтобы у меня пищевая пленка выступала за края картона то есть чтобы края картона были фиксировано приклеились хорошо склеились вместе с салфеткой совсем не страшно если пленка проявится на этой вот марли или про утюжильники вашим пленка очень легко снимается мы советские женщины помним что таким образом при помощи полиэтиленового пакета когда-то очень давно когда не существовало в наших магазинах двусторонние паутинки приклеивались аппликации к платьям все новое хорошо забытое старое вот я прошла первый этап у меня серединка приклеилась а бока как-то не очень края как поступить в этом случае сейчас покажу вот такой чудесный листочек у нас с вами получился а теперь ловите идеи где это можно применить во-первых можно сделать альбом то есть собрать при помощи даракола и при помощи наших любимых ленточек вот такие странички в альбом сделать прорези под углом 45 градусов и вставить фотографии во-первых милые сердцу фотографии а во вторых они будут на таком душевном чудесном фоне которого никогда и нигде не будет больше кроме как у вас единственное неповторимое во вторых вы таким же образом можете оформить паспарту для или фотографии или для вышивки если будете для вышивки применять смотрите чтобы красота паспарту не перетянула на себя внимание от вышивки не отвлекло вот оформляла оформляла я делала делала я всякие разные паспарту картонки и тут моя мысль пошла дальше а почему мы обязательно должны ровную поверхность выстраивать ведь можно же выстроить при помощи этой же самой пленки этой же самые салфетки неровную поверхность и вот что у меня получилось вот что я придумала дальше вот наш с вами коробочка вот наш любимый помощник вышивальщицы абсолютный клей пва я поступлю вот таким образом нанесу клей туда где хочу чтобы у меня появилась красота в будущем и поступлю так же как поступила с этим паспарту возьму кусочек голубой салфетки сверну ее в некий цветочек и приклею и у меня получится такое украшение на скорую руку мне очень нравится минутка химии с чем я столкнулась когда делала высоту для объемных рамок для своих работ вот у меня кусок пенопласта и вот у меня любимый клей момент я решила что я сейчас момент и все приклею посмотрите что произойдет на наших изумленных глазах как вдруг я заметила ужасную вещь на моих изумленных глазах пенопласт был съеден моим любимым клеем момент поэтому когда будете оформлять объемные рамы при помощи пенопласта пользуйтесь либо пва либо двусторонним скотчем но каким образом спросите вы дизайнерский картон и вышивка лентами эту же самую уловку можно применить декорируя ткань вот дизайнерский картон у нас с вами был а теперь дизайнерская ткань и нагладить такой ткани мы с вами можем километры смотрите раз у нас с вами ткань и на ней наклеен чудесный рисунок по моему грех не попробовать вышить конечно мы с вами уже не раз вышивали маки дважды если точно но время не стоит на месте и посмотрите вот это вот совершенно лучезарная солнечная моя любимая светлана герасимова из пскова предложила нам еще один метод сейчас мы по светенному способу и попробуем вышить совершенно дивный мак еще одно отступление химическая минутка у нас была а теперь минутка лирическая почему я люблю свою программу потому что я работаю для вас и потому что вы пишете мне письма и оказываете поддержку вот сейчас я буду вам показывать мак который придумала света герасимова а вышивать я буду при помощи иголки которую мне прислала в подарок вот в таком вот рабочем конвертике татьяна попова я заказала книжку а таня вложила мне несколько игл синель они совершенно дивные вот эта игла тани назвала ее дубинушка она совершенно огромная по сравнить посмотрите сравните вот это вот иголка которая была у меня самая большая а это вот такая вот огромная и иголка это настолько хороша и настолько крупная что мне кажется она вышивает сама самое приятное в этом что эта иголка английская а как вы знаете у нас с вами в англии есть блат виде вот этой совершенно дивной мастерицы золотыми руками инны bird про которую я неоднократно упоминала и уроки которые использовала в своих программах и на теперь присоединилась можно сказать к армии учителей и щедро делится секретами вышивки вот такой набор из золотых рук инны где инна сама инна научит нас вышивать полевые цветы это и клевер и ромашки вот у меня мак который мне нужно вышить как предлагает светлана сначала я сделаю три прямых стежка дальние лепестки мака светлана советует прямые стежки я хочу обратно и уж очень я их люблю а вот теперь начнется волшебство стежок имени света герасимовой как сама света говорит стежок с подворотом ленточку мы будем укладывать совершенно волшебно иголку я выведу примерно в середине последнего лепестка вот так и под лепестком начну стежок и теперь смотрите вот у меня ленточка я ее вот таким волшебным образом и загну положу красивой волной и зафиксирую при помощи ленточного стежка видите лепесток как живой правда мой мак нарисованный великоват но ничего мы сейчас добавим лепестков теперь из-под первого стежка из-под центра мы повторим все то же самое в зеркальном отображении красиво завернем ленточку и выполним ленточный стежок в моем случае боковой так чтобы они пересеклись с предыдущим с нахлёстом и теперь мне осталось только закрыть нарисованный цветок вот такими вот красивыми стежками с подворотом в Играет музыка А пока я буду этим заниматься, посмотрите, какие дивные маки родились из-под иголки самой Светы Герасимовой. И вот смотрите, ручная работа. Мастер-класс Светы. Я вам даю мастер-класс. У меня цветок получился по-другому. И у каждой из вас из-под вашей иглы родится тоже совершенно новый мак. Посмотрите, как чудесно. Серединку я сейчас быстренько сделаю из французского узелка в один навив. Но перед тем, как заняться серединкой, какой же мак без прически, в этот раз мы тоже с вами поступим по-новому. Это у меня обычная гуашь. А это у меня дивный подарок от той же самой Инны Бёрд. Это кисти. Мне понадобится вот такая красивая кисточка, очень тонкая. Ее размер 0,0. Я возьму немного черной краски. И нарисую прическу для мака. Естественно, это могут быть какие угодно краски. Акриловые или для батика. Какие есть. У меня вот черная нашлась только гуашь. В связи с этим хочу предложить вам еще одно техническое отступление. Вот это донца от пластиковой бутылки. Во-первых, его очень удобно использовать как палитру. А во-вторых, очень удобно промывать кисть. Потому что мы же еще не закончили прическу. На концах черных штрихов я сейчас поставлю белые пятнышки. Вот, посмотрите, красавец Мак с красавицей серединкой. Ну, естественно, недаром же мы с вами сегодня занимались дизайнерским картоном. Оформим это в дизайнерское паспарту. И вот такая яркая красота у нас с вами получилась. Второй такой работы вообще ни у кого не будет. Хорошо, скажете вы. Мы с вами и повышивали, и сделали паспарту, и розочки уже сделали, и рыбку запустили в пруд плавать. Как же этим ограничиться? Я решила, что у меня вот эта вот салфеточка похожа на фарфор. И наклеила я ее на ткань. И решила я сделать из этой фарфоровой заготовки вазу. Когда вы будете выбирать форму для будущей вазы, на первое время выберите простую форму. Потому что вычурные выпуклости и огнутости вам будет очень сложно проходить в первые разы. Ну а потом уж, когда набьете руку, можете всякие там разные резные чудеса выполнять, вытворять. Из чего же мы начнем? Вот мы с вами выбрали понравившуюся форму. Вот мы с вами примерно представили, как это будет выглядеть в готовой работе, какого размера ваза нам нужна. И мы примерно изобразили. Естественно, чтобы это было объемное изображение. Верхняя и нижняя линии у нас будут плавными такими. Предлагаю вам обязательно, когда вы будете вырезать, сложить листок пополам. Тогда ваша ваза точно будет симметричной. Вот такая у меня получилась ваза. Почти кашпо. Много цветов нужно, чтобы ее наполнить. Теперь картон. Когда я делала вазу впервые, у меня был картон очень тонкий. Подумаешь, я его склеила два слоя. И получилось прекрасное основание для вазы. Что мы будем делать дальше? Чтобы у нас с вами ваза была как живая, выпуклая, нам нужно чем-то эту выпуклость создать. Можно пойти неспортивным путем и применить холофайбер, синтепон или синтепух. Мне показалось обидным просто так расставаться вот с таким дивным полотенцем. Конечно, оно пожилое, ему уже очень много лет. Но как же просто так выбросить или превратить в половую тряпку? Жалко. И поэтому я буду вырезать набивку для своей вазы из старого полотенца. Махрового и без выработки. То есть ровненькие махрушки, чтобы были. Посмотрите. Первая деталь у меня будет точно такого же размера, как картонная заготовка. А остальные, штук пять, я буду делать последовательно меньшие. Вот такие матрешечки у меня получились. По-моему, совершенно чудесно. А остаток полотенца я тоже в пользу своего хомяка оставлю. И сделаю из него внутренности для прихваток. Теперь, как мы будем собирать. Смотрите. Я буду укладывать от дна последовательно. Поменьше детальку. Еще поменьше детальку. Еще поменьше детальку. И самую маленькую. Смотрите. Для того, чтобы ваза у меня была выпуклой, у меня вот такое вот расстояние от верха верхней детали до верха нижней детали. И всего лишь вот такое вот расстояние от низа верхней детали до низа нижней детали. Это нужно для того, чтобы ваза была более выпуклой к дну. И теперь мне осталось вот эти тканевые заготовки приклеить к картонному основанию вот таким образом, чтобы у меня сверху была самая большая деталь. Поскольку у меня ткань махровая, она не сдвинется. И я сейчас нанесу клей-момент по периметру большой детали. Ну и так немножко. Ткань очень благодарный материал, он с легкостью приклеивается к нашей картонной заготовке. Смотрите, если бы у меня было не белое, а, допустим, коричневое полотенце, вот на этом этапе можно было бы уже и остановиться. Такая вазочка с таким чудесным эффектом глины неровной. Но я продолжу, мы же с вами сделали фарфор для нашей вазы. Как же быть дальше? Я сейчас нанесу клей на заготовку на картонную сторону и тоже по периметру. Клей-момент любит взять паузу, поэтому пусть чуть-чуть подстынет. К лицевой стороне я прикладываю фарфоровую заготовку. У меня получится очень много лишнего, поэтому я сразу обрежу лишнее. Теперь мне осталось просто краешки приклеить. сделать это крепко и аккуратно. Вот такая вот прелесть у меня получилась. Мне очень нравится. Естественно, она высохнет. Форма будет замечательной. Но вот это у нас пористый фарфор, а я хочу, чтобы он блестел. Что мне для этого нужно сделать? Вот такой вот лак акриловый, глянцевый. Он для докупажа. Я возьму его сейчас и просто нанесу на свою заготовку. Для полного высыхания этого лака нужно несколько часов. У меня нет столько времени, поэтому, естественно, я подготовилась. Вот это уже высохшая ваза. Почему она такого странного цвета? Потому что внутри не белая ткань. Обращаю ваше внимание, цвет ткани, на которую вы наклеили салфетку, проявится. Вот мы сегодня с вами сделали из такой дизайнерской ткани с наклеенной салфеткой. Естественно, вазы можно делать и просто из разноцветной ткани. А можно сделать из кожи или из замши. Читатели моего блога уже знакомы с моим чудесным котом. Этот кот не просто кот. Он обнимает вазочку. И вазочка здесь из кожи, из обратной стороны кожи, из ее мездры, со стороны мездры. Я чуть-чуть затонировала, чтобы придать большую округлость этой вазе. С кожей работать тоже одно удовольствие. Несмотря на то, что кажется, будто она такая толстая, неподатливая, ничего подобного. Прекрасно принимает форму, прекрасно фиксируется тем же самым клеем момент. И по точно такому же принципу. На картонную основу вы внутрь под кожу подкладываете нечто такое, чтобы придало округлость вазочке и фиксируете. А потом при помощи того же самого клея момент приклеиваете к работе. И вы можете как посадить внутрь вазы цветочки на ножках, как нас учила делать Валентина Илькова. Можете сделать двухслойный рисунок, то есть внизу вышивка на полотне, а сверху уже посажены вот эти вот цветочки на ножки. Получается здорово. Мне, например, очень нравится. Ну, не только мне, но и всем, кто смотрит эту картину. Ой, что-то я, как обычно, скромна. Итак, какой у нас сегодня получился насыщенный урок. И картон-то мы с вами сделали. И коробочку-то мы с вами украсили. И картон-то мы с вами сделали для паспарту и ткань. И мак-то мы с вами вышли и даже в вазу его посадили. Здорово, мне очень нравится. Ну что, на сегодня все. Жду ваших писем, как всегда. Пожалуйста, подписывайте свои письма. Пишите ваше имя, фамилию, откуда вы. Рассказывайте о себе. Присылайте фото своих работ. А мы с тетелькой что-нибудь придумаем в следующий раз тоже интересненькое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok